Выносливая и неприхотливая тушинскую породу овец начали разводить и в селейный рожзок. Овцеводством вот уже год занимается молодой фермер Заурбек Мсоев, который на свое дело получил грант Министерства сельского хозяйства Республики в размере более 3 миллионов рублей. На эти средства закупил 350 голов овец. За последние годы поголовье овец стремительно растет. Этот вид деятельности стали выбирать все больше фермеров. О том, почему набирает популярность овцеводство в Республике в нашем следующем сюжете. 350 голов овец и уже более 70 ягнят. Хозяйство только набирает обороты. За всем следит молодой фермер Заурбек Мсоев. Овцеводство дело семейное, помогают родственники. Занятия не из легких, признается Заурбек. На выпас уходит много сил и времени. Занимаюсь уже в феврале год, 20 февраля. Первый год у меня сейчас идет, овцы и матки все. И вот молодняк. Я взял молодняк и стараюсь сейчас. Я тоже не такой опытный с утра до вечера на подбище. Молодой фермер разводит тушинскую породу овец. Говорит, она уникальная. Выведенная когда-то в горах на границе Дагестана и Грузии, она вынослива и неприхотлива. В поисках лучшего корма легко преодолевает расстояние в 400-500 километров. А пастбище селения Роздок как раз подходит для этого. Для Заурбека Мсоева овцеводство – возможность кормить семью. Работы в селе нет, поэтому сельское хозяйство – выход из ситуации. В 2019 году обратился в Министерство сельского хозяйства, где и получил грантовую поддержку в размере более 3 миллионов рублей. На выделенные деньги закупил овец. Я обратился в Министерство сельхоз и рассказал им о своих планах. То, что есть такое место у нас в селе, в селе Нерозок. И как бы одобрили грант. Естественные пастбища республики отлично подходят для того, чтобы развивать овцеводство, увеличивать поголовье, производить экологически чистую животноводческую продукцию. Это баранина, козлятина и молоко, а также сырье для легкой промышленности – шерсть и овчину. В последнее время занялись овцеводством, и в большинстве своем все занимаются тушинской породой. Вот она, это тушинская порода. Некоторые начали завозить северокавказскую породу, это танкорунная. Все ждут, что шерсть найдет цену, и вот начали завозить северокавказскую. В данный момент у нас только тушинская, с ней легче работать, как начинающий ему. За последние годы в Северной Осетии поголовье овец стремительно растет. Динамику можно увидеть на графике. В 2017 году поголовье овец составляло всего лишь 13,5 тысяч. Через два года, в 2019-м, цифра заметно выросла – более 61 тысяча. А в прошлом году показатели достигли 74 тысячи. Начинающие фермеры стали чаще выбирать овцеводство. В 2020 году на этот вид деятельности Минсельхоз выделил 4 гранта. И дальше больше. Марина Караева, Лансуанов, Новости Осетии.